Добрый день, кто смотрит это видео! Господи, наконец-то дождалась посылку. Вот такую кучу с любимого Василька. Но для меня он стал как бы не очень любимый. 15 дней шла вот эта моя посылка. Сборка была только 2 дня. Друзья, потом я заказала, чтобы курьер доставил в квартиру. Но определенный день, это мне не нравится. И пришлось, в общем-то, сидеть целый день дома и высматривать курьера. Мне это не очень нравится. Я специально хочу заострить внимание по ценам. Видно, да, что здесь взято? 4 подушки, одеяло, постельное белье. И я хочу сравнить с ценами у нас в Новосибирске. Стоит или не стоит заказывать и ждать так долго эту посылку? Но вопрос для меня остается открытым. Чуть позже я разложу все это. Посмотрим. Постельное белье. Сразу я взяла перкаль с четырьмя наволочками двухспальной. Чтобы на подушке вот эти вот большие и маленькое там 50 на 70 были сразу подушки одеты. Ну, в общем, смотрим, смотрим, что мне пришло. Делаю выводы. И вряд ли я буду заказывать здесь. Из-за долготы. Ну, уж если и продукция у них не айс, ну, тогда уже дело десятое. Сатин хлопок. Сатин хлопок. 50 на 70. Лебяжий пух. Вообще подушка. Ну, мне нравится. Мне нравится. Без всяких замков. Плохо то, что стирать, я не знаю. Но она стирается. Она стирается точно в машине. Ну, вот как-то без замочков. Ну, ладно. Ладно. Пусть такие. Смотрим дальше. Тоже лебяжий пух. Подушка. 70 на 70. Никогда у меня не было, чтобы 4 подушки было. Тоже качество хорошее. И цена. 70 на 70. Тысяча сто рублей. Подушка. 70 на 70. Тоже хорошее. Тоже без замка, без всего. Одеяло. 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 2,603. Лебяжий пух. Тоже хлопок. Ну, и постельное белье. Двух с палкой. Пододеяльник. Простынь. И наволочка. 70 на 70. Вообще 4 наволочки. Еще и 50 на 70. Так, хлопок. Перкаль. Сейчас посмотрим по цвету. Цвет как-то мне не очень почему-то. Вообще двухсторонняя она. Сверху. Вот такой принт. А с этой стороны получается у нас просто нет цветное. А это на подушке 50 на 70. Вот такая. Ну, мне это не нравится. Не нравится. И простынь вообще не цветная. Получается только пододеяльник. Ну, тоже он двухсторонний. Ну, в общем, как-то вот так. Наверное, заказывать, конечно, больше не буду. Здесь ожидание очень долгое. Ну, и не по нраву маленько. Так, а сколько стоит у нас постельное белье? А постельное белье комплект... Так, комплект стоит 2,75. Ну, вот такой обзорчик получился. Но вряд ли я буду заказывать теперь в любимом. У меня не очень стал любимый, потому что я говорю 15 дней ожидания. В определенный день курьер должен прийти. За курьера, понятно, я плачу. Вот вместе с курьером. Курьер стоит 854 рубля. Вот как-то так. Не знаю. Посмотрю, сравню цены у нас здесь. И, конечно, сюда дополню в это видео. Ну, а так, в общем-то, подушки, одеяло неплохие. Неплохие. Постельное мне не понравилось. Итак, я нарядила свою постель, подушки, одеяло, которое купила. В постельное белье нарядила. Но маленько опять не угадала. Не угадала. Двухспальные одеяло получилось 140 на 205. А постельное белье, двухспальный комплект пододеяльник 175 на 215. И получилось не есть хорошо. Вот это вот пустота. Вот что значит двухспальное одеяло и двухспальное постельное белье. Ну, а так, в принципе, не знаю. Перкаль я взяла первый раз. Как-то вот он мне грубоват, кажется. Хотя сатин тоже не бязь. Тоже, может быть, мягче будут после использования еще раз. Ну, в общем-то, в общем, я суть к чему свожу. Я брала, в принципе-то, подушки и одеяло. Подушки и одеяло. Поэтому мне нужно было сам факт одеяло. Мне очень нравится. Ну, и подушки. Четыре штуки. Такие же лебяжий пух, хлопок. В общем, ну, маленько не угадала. Даже и не я не угадала. Двухспальное одеяло и двухспальное постельное белье. Ну, нужно прям смотреть конкретно размеры. Иначе тоже не угадаете. Так что вот, смотрю теперь цены у нас в магазине. У нас в Новосибирске. И тогда уже, конечно, конкретно скажу, стоит. Ну, и себе самой скажу. Стоит это овчинка выделки заказывать. Возможно ли купить по той же цене и у нас. Возможно ли купить по той же цене и у нас. Ну, и себе. Возможно ли купить по той же цене и у нас. Продолжение следует... Продолжение следует...